Пациент с 64 года поступил с жалобами на нарастающую мышечную слабость в нижних конечностях, скованность в нем, за счет чего появляется раздруднение передвижения. Помимо этого, у пациента наблюдается похудание обоих голени, подергивание в различных группах мышц, нарушение сна, общая утомляемость и слабость. Со слов пациента болеет он с мая 2019 года, когда впервые появилось ощущение ватных ног, которое он связывает с купанием в холодной воде. Летом того же года у пациента появилось подергивание в мышцах плеча и бедра, слабость в стопах и похудание обоих голени, что привело к нарушению походки и невозможности сдавания с места. С декабря 2019 года пациент стал передвигаться только с помощью тростей. В январе 2020 года в связи с нарастанием слабости в стопах и похуданием мышц голени пациент утратил способность самостоятельно себя обслуживать. Несмотря на то, что пациент неоднократно принимал и обуваторное, и стационарное лечение по поводу хронического воспалительного поля нейропатии, эффекта никакого от этого не было. И в связи с нарастанием вышеуказных жалоб пациент поступил в неврологическое отделение областной хронической больницы города Шенкент. Пациент рос и развивался соответственно возрасту, долгое время работал водителем. На данный момент он женат и у него есть двое детей. Различные заболевания, как вирусный гепатит, туберкулезный, венерологические заболевания отрицают, кипитоманозон не успокоен, гематроза за последних шесть месяцев не было, аллергии на лекарственные препараты, пищевые продукты отрицают. Был консультирован однокриновным и был выставлен диагноз транзиторно-сахарный диабет второго типа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Чего? Стимей, стимей. По сравнению с ногами руки интактны, ноги атрофированы. Крыловинных лопаток нет. На основании выше указанных жалоб пациента и неврологического обследования, где было выявлено феврилляция и тасцикуляция мышц плеча и бедра, атрофия мышц болени, повышенность ухажения рефлексов на нижних конечностях, но при этом сохранении чувствительности, пациенту был выставлен предварительный диагноз дегенеративное заболевание центральной нервной системы, болезнь двигательного нейрона. На данный момент пациенты выписаны из стационара, замечены рекомендациями. Обследоваться каждые два месяца на электронеероменографии, также наблюдаться у невролога по месту жительства для дальнейшего наблюдения неврологической симптоматики, которая была выявлена здесь в условиях стационара. в условиях стационара. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...